В Чувашии продолжают свою работу члены Советов по антимонопольной политике и защите прав потребителей. Накануне в Чебоксарах прошло совместное заседание. Его первые итоги подвели сегодня на рабочей встрече с премьер-министром республики. По итогам прошлого года Чувашия вошла в десятку лучших регионов по уровню защищенности интересов потребителей. Результаты этого рейтинга были озвучены накануне заседания консультативного совета. Его участники отмечают, что в республике создаются условия для эффективной работы товарных рынков и развития конкуренции. В рамках заседания обсуждались и грядущие изменения в антимонопольном и рекламном законодательстве. Необходимо оградить потребителей от недостоверной информации и ужесточить наказание за нарушение прав покупателей. Мы договорились в рамках двух советов эту работу продолжать и направить ее еще на большую защиту прав потребителей, обсудив в том числе ряд и абсолютно конкретных вопросов, например, касающихся мелкого шрифта, как в самой рекламе, так и на упаковках различных товаров, с которыми потребитель сталкивается. И в силу того, что не может прочесть всю необходимую информацию, он полнотой такой информации не обладает. Мы рассмотрели широко круг вопросов, касаемых и нормативов регулирования, и вопросы, касающиеся защиты прав потребителей при соблюдении принципов, новых принципов, которые недавно приняты в ООН. В работе консультативного совета принимают участие гости из-за рубежа. В Чебоксары приехали эксперты из Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Сейчас страны постсоветского пространства вырабатывают единые правила работы на рекламном рынке. На рабочей встрече с председателем Кабинета министров обсудили и перспективы сотрудничества. Мы думаем, что путем переписки и заключения дополнительных соглашений здесь открыть отделение торгового представительства и развивать торговое и экономическое сотрудничество с Чувашией. Особенно по поставкам фруктов, овощей из Таджикистана в Чувашии. Предложения гостей в правительстве Чувашии будут рассмотрены в ближайшее время. Продолжение следует...